Мысль такая была, но она есть. Магнитогорск, город с развитой инфраструктурой. Город, мировой лидер по производству металла, должен был быть на озере Банном. Но озеро Банное это территория другой республики. А вот это место чуть севернее, и по сути все пространство продается за сумму навороченного дома на Банном или среднего дома в хуторках. Вы думаете это мало? Да, мало. Вы увидите практически весь поселок с земли и будете очарованы. Здесь просто все очень красиво. Чистый воздух, чистая и теплая летом вода, чистые грибы. Это идеал. Хорошее место, но это всего лишь пятая часть того, что здесь есть. Пятая часть, поселок Лазурный. Здесь не так уж и много домов, но не все эти дома-то видели, потому что здесь на горе раньше была вышечка такая. Ну, в смысле, здесь стояла одно из оборонных подразделений, которое защищал наш город. А основное подразделение было с другой стороны. Да-да-да, вот там все было красиво и ровно, и там были ядерные боеголовки, которые в свое время закрывали наш город от того, что могло сыпаться сверху. А вы не знаете? Ну, это было. Мало того, мало того, после того, как все это дело убралось, я ездил вот туда, в Верхний Уральск, и обратно. Обратно я видел, какие здесь были красивые дома. Да, это был 93-й год. Именно тогда все это дело и строилось. И вот рядышком внизу был дом Виктора Филипповича Рашникова. Представляете? Но потом возникла небольшая чеботуха. Это был год как раз 97-й. И поэтому уже в 98-м году население, часть населения перебралась в хуторки. Туда, где ближе и где вы будете нюхать аромат нашего замечательного птицефабрики. Сидновской. Да-да-да, приятно, это удовольствие. Мало того, чем это место вообще хорошо. То есть я не буду ничего говорить, но в принципе вы должны понять, что круг примерно 15 км в этот круг комбината, ну по сути событий там ничего делать-то и не нужно. Понимаете, да? А это место в другой части находится. Да, и если мы будем говорить о наших вещах, то есть какие у нас вещи с вами получаются? У нас вещи получаются достаточно простые. Туда часто дует ветер. Так вот, ветер в северо-восточном направлении дует очень-очень редко. И тем не менее, вы здесь ничего не чувствуете. Аромат изумительный, все красиво и ровно. Да-да-да, теперь мы пройдемся чуть-чуть дальше. Вы должны понять настоящее и будущее этого поселка. Это далеко не маленький коттеджный участок. Мало того, здесь прямая дорога до Верхнеуральска. Мало того, две качественные дороги ведут в сам центр. Мало того, газ. Вся информация. Мало того, Владимир Владимирович Путин дал прямое указание подключать бесплатно. Мало того, вся территория рядом с водой. Вот это лучшая часть бизнеса для тех, кто, имея контракт, может придумать, как заработать дальше. Я не хочу туда бежать. Далековато, да? Ну, далековато, да. То есть, вы не понимаете границы поселка Лазурный? Вот дотуда еще примерно 2 километра. Да-да-да-да. Я перехожу эту улицу, и вы должны понять, что вот здесь он заканчивается. Представляете, сколько здесь можно кафешки, ресторанчики и все остальное сделать. А, клево? Да просто замечать. Это, представляете, сколько? К слову о том, о количестве... Да, это все поселок Лазурный. Все-все-все. И все документы, я если чуть в оконцовке вам покажу, тот самый телефон, по которому вы позвоните. И вот здесь, там еще, я покажу, покажу. То есть, здесь была такая дивная ситуация. Мы же должны были как следует заняться сельским хозяйством или что-то еще другое. По 12 соток. По 12 соток. 1300 участков. 1300 участков. Хорошо. Вы хотите денежки поиметь? Не проблема. Делаем по 6 соток. Сколько? Ну, тупо. 1300 умножаем на 2. 2000... 2000 сколько? Это 600. Но есть отдельные товарищи, которые делают и по 3 сотки. Есть такие товарищи. Сами понимаете, сколько это будет. Много? Да нет. Еще больше. Да. Вы посмотрите сверху. Два поселка западный. Здесь умещаются. Два поселка по цене 18 миллионов рублей. Как работать? Как строился Нижний? Я из ничего делал это. И он вырос. Просто ничего не было. Но начав с небольшого участка, он быстренько разросся. А здесь все есть. И разные дома. Посмотрите и делайте. Вы понимаете, как можно быстро заработать? И эта тема для вас. Какой Нижний. Вы что? Нижний просто отдыхает реально. То есть мы вам показываем южную границу. Вот прямо после ручейка, который стекает вот оттуда. Он то появляется, то не появляется. И вот это все вот туда. И это территория поселка Лазурный. То есть в принципе, если мы будем разграничивать по 12 соток, то это 1300 домов. Если по 6, понимаете сколько? То бишь, если мы даже будем говорить про 3000 домов, а среднее у нас соотношение, это примерно, ну, в доме живет, будем говорить, 3 человека. Больше и не надо, да? То умножая 3 на 3, получаем 10 тысяч человек могут здесь жить. У этих 10 тысяч человек, естественно, есть разрешение на газ. Все уже готово. Есть разрешение на водоочистные осторожные. Это все уже готово. И не надо забывать, что за нашей спиной тот самый качественный Урал. Не тот Урал, который позже, а тот, который сверху Урал. Понимаете? Вот так-то да. Я вам сейчас показываю тот самый телефончик, и вы должны понять. Даже невзирая на то, про удовольствие от дороги мы сейчас поговорим, да? По этой самой дороге я буду в городе, ну, примерно, в оконцовке сюжета, ну, через 5 минут. То есть я буду ехать 90 километров в час. И через 5 минут я буду в городе. Но за эти 5 минут я проезжаю те самые 15 километров от города. Это красиво. Теперь мы будем говорить о наших дивных поселках, которые находятся в городской черте. Да они даже рядом не стоят ни нежные, ни соты, ни все, что туда прибрано, сверху прикармлено. А понимаете, здесь должен жить город настоящий, качественный. А работая на комбинате, в свое время так оно и было, если честно. Только тогда не было здесь вот этого водоразлива нашего замечательного. Мы должны были жить прямо отсюда и туда, ну, это где-то 15 километров, если напрямую. То есть до Баново отсюда 15 километров, если напрямую, всего лишь. Мы должны были жить там. Но сегодня и сейчас мы можем здесь жить, потому что сюда ходит постоянный, круглый год автобус до Верхневуральска. Да-да-да, каждый полчаса он там. То есть если уже вы там, а здесь релакс, то вы должны понять, что добраться до суда даже на такси абсолютно не сильно дорого. Потому что чуть дальше другое место есть. Но нас интересует то место, в котором все мы более или менее человеки с мозгами могли бы жить.